друзья приветствую ну что давайте с вами протестим зис 151 или кто-то говорит что это китайский са 30 по моему ну в общем то пишите в комменты до масштаб 1 12 напомню полностью собирается и 6 на 6 с полными максимальными блокировками и отличным выворотом круче наверное чем мст давайте протестим по зимнему бездорожью либо мы сегодня насладимся красивой ездой данного автомобиля либо мы разочаруемся в его проходимости что вот скорее всего наверное будет второе смотрите значит первое препятствие достаточно мощное где мы точно сейчас вывесим пару колес его о передний бампер кстати говоря достаточно далеко расположен так что в принципе не должен мешать прохождению каких-то препятствий посмотрим как резина цепляется так вот я же говорю вывесим пару колес вот центральная ось вся висела практически цепанули задними брызговиками кстати говоря они металлические и уселись на брюхо не не на брюхо наверное а ну хотя нет да цепанул оу нормально вот это было неожиданно неожиданно неплохо но это еще пока лайтовенько а давай в обратку проедем все-таки ну кто-то рассматривает ради копийных покатушек поэтому загонять в глубокую грязь такой грузовик никто не будет ходов особых подвески нету то есть здесь у нас рессоры и вы здесь ничего не увидите такого но в принципе наверное в жизни тоже самое ничего бешено не ходит хотя вот если посмотреть на задние оси то вполне себе неплохо смотрится да смотрите как прямо задняя задняя ось ушла и центральная вывесилась свесилась вниз ну что же вот я хочу сказать пока пока неплохо себе так едет за рулем у нас напомню черная вдова сидит ноги подрезаны 12 масштаб она она где-то 11 вот плюс-минус выходит то есть не десятка стопроцентная но все равно не влазит поэтому в плане какой фигурка закинуть но только 12 масштаб чтобы идеально было вот значит кузов у нас деревянный напомню полностью очень классно это мне очень понравилось все остальное пластиковая и металлическая шасси достаточно увесистый потому что мосты тоже металл внутри естественно шестерни тоже все металл должна выдержать коллекторную систему ну что у меня 2s 2s сайтокум максималка на стоковом пиньоне ну вот ни о чем можно поставить 3s будет тогда быстрее но вопрос надо ли нам кстати говоря движок 45 витков сейчас стоит поэтому более тяговитый чем скоростной ну давайте испытаем где-нибудь пожестче очень мощный съезд настоящий грузовик такой естественно съезд не поедет никогда но мы-то поедем да ау мощно но даже не сел на брюхо смотрите-ка без вопросов съезжает сейчас мы сделаем это аккуратно садится вот брызговиками брызговики металлические конечно в плане то что проживут они долго это круто но как плане копейки как-то не очень все-таки резиновые куда круче бы смотрелись и так и ледяная поверхность нужно заехать сюда вверх проскальзывает проскальзывает неудивительно ничего себе даже не может да неожиданно а вот не знаю как назад то сдавать а опасно тут назад сдавать из-за рухнет и все непонятно с влагозащиты проблем нету а я ей ей ой ой давай газку ну же выезжай все задняя ось вообще висит там и причем я не могу дать назад иначе сейчас реально рухнет ну же давай нет 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 стоять ах ты не выезжает проскальзывает у меня бампер его в руках так набрали воды сольем я напомню я все обработал здесь поэтому дерево выживет вот выживет выдержит любой грязи мест да но заехать мы не можем ни в какую ни в какую к сожалению давайте поставим вот так вот все таки посмотрим если будет зацепа у передних колес может хоть какой-нибудь тогда будет шанс но так и вот скорость сейчас не хватает конечно 3s бы было бы покруче но к сожалению не наш случай давай 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 вот отлично вот вот это я понимаю техника но как вы понимаете не только я здесь застревал здесь еще были другие люди которые тоже застревали спускали лодки катера свои и поэтому выезжали с помощью вот таких вот веток да по которым мы сейчас и поедем помчим ну-ка давайте более сухая такая поверхность хотя бы да он обрадовался и сел на брюхо не ну в принципе но смотрите есть версия конечно 4 на 2 я ее не рекомендую вообще брать потому что это будет боль просто вы будете выезжать на любое бездорожье и все тачка не будет ехать и версия соответственно 4 на 4 нету есть только вот 6 на 6 сразу вот 4 на 2 на дешевле по моему на 10 тысяч но смысла нету лучше брать сразу 6 на 6 если как бы вы хотите копийные покатушки то в принципе вы наверно получите потому что эта тачка едет да вот кстати говоря мы тут не закрыли давайте закроем я думаю давайте немного погрузимся даже в воду чтоб уж реально посмотреть там вода песок хоть где-то протестить по снегу честно говоря так себе катать о ну неплохо смотрится да ну кстати говоря пишите в комментарии что вы думаете в плане копийности данный автомобиль как там 10 из 10 или 5 из 10 хотя бы сколько-нибудь набирает баллов или нет или вообще на двоечку а вот смотрите засел и в плане проходимости тоже оцените его на брюхе сидим а но была бы грязь он бы ее в принципе подвинул да лед все-таки никак не двинуть о да 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 там у нас песок в воде и относительно не глубоко для него самое то давай по песочку not bad not bad сносит конечно сторону неудивительно и и ах ты неужели не выйдем не выйдем это глина что ли еще да вон колесо уже грязное стало значит я думал частиком песочек там но оказалось что нет опять лед опять лед как мы его не любим то шиповочку бы нам сейчас хотя бы цепи может быть доскачили бы и видите под углом то не до сюда да сожалению никак не получается только давайте толкнем его аккуратненько вот так вот и поехали поехали но уже вот так вот кстати ссылки внизу вставлены комплектующие чтобы вы вот так могли без вопросов нырять воду и все и на аппаратуру радиоуправления тоже вот достаточно удобная аппаратура стоит недорого и так выезда наверное здесь уже нету но мы попробуем хотя бы куда-нибудь забраться надо выгнал его зимой покатать и погнал по ледяному бездорожью зачем-то понятно что он здесь не проедет нет а вот сейчас кстати хорошо что брызговики металлические смотрите бум лед туда хорошо и завис прикол это я хотел сбить наоборот лед а в итоге висит на брызговиках невероятно просто невероятно ну в общем все заперт заперт и не туда и не сюда ну и давайте снежного бездорожья прям возьмем снежного чтобы прям сугробы хотя бы были да и наверное полумасштабные чуть-чуть большеватки возможно будут но вот видите и тут снегу мы уже сразу зависаем это стихия не автомобиль надо масштабный снег брать где не более там полуколеса и тогда можно как-то по нему ехать хотя вот смотри сейчас вот он неплохо карабкается вот мы протестим его так сегодня чуть-чуть прям вот проехали посмотрели как смотрится в кадре как едет на 2s стоит ли вообще 3s ставить смотрите прорывается прорывается резина то неплохо бьет и все мосты прямые порталов нету поэтому клиренс него не супер вот нормально выехал удивительно а может и не удивительно техника должна быть надежная проходимая но почему-то он не зашел и производился всего десять лет сорок седьмого по пятьдесят седьмой по моему год что-то такое давай-давай-давай-давай-давай смотрите выехал даже ну дальше там слишком лютое бездорожье для него давай на полном газу нет трезвый я бы наверно поставил да мне кажется было бы повеселее уже бы скорость добавилась здесь нет двухскоростной коробки как уже мы привыкли на многих автомобилях о неплохо но принципе медленно можно карабкаться я думаю будет на 3s без вопроса давайте посмотрим вот сейчас 45 витков у нас и вот она медленная да класс класс вообще супер очень нравится да поэтому без вопросов 3 оставим на данный движок и будет и скорость и мощь больше мощи больше жести как мы обычно любим но на жестком бездорожье сейчас к сожалению такого конечно же не получается здесь все колеса во льду он там лед уже весь застрял под замерз вся вода со снегом добавила тяжести теперь центр тяжести у нас чуть чуть пониже стал ну что друзья сегодня у нас вот такой вот коротенький тестик по зимнему бездорожью посмотрим сейчас уже по весне все растает загоним его в грязь и посмотрим на его первая надежность до выдержат ли мосты вообще коллекторный мотор хотя бы и его проходимость сможет ли он ехать ну понятно на равне десяток он не поедет колеса все-таки маленький клиренс меньше 12 масштаб но в относительно свое своей стихии своей грязи масштабной я думаю должен неплохо ехать все-таки 6 на 6 и резина ну вполне себе неплохо себя сейчас даже показывает я думаю в грязи вполне у нее есть шансы чтобы хоть как-то быть круче чем грязь кто из них там победит вот вопрос в общем то а так чтобы сделать друзья мой правильный выбор смотрите мои сравнительные тесты на моем втором канале рсбр тв ссылки внизу вы найдете на комплектующий для тачек и на данный грузовик тоже там есть так что заходите смотрите и не ошибайтесь в своем выборе чтобы покорять бездорожье а не мучиться